Маршанский межрайонный следственный отдел свою деятельность осуществляет на территориях четырех муниципальных образований. Маршанск район Сосновка-Печаево. Численность вместе с руководителем 5 человек. Несмотря на небольшой штат с поставленными задачами, в 2016 году справились, отметил в ходе пресс-конференции руководитель отдела Василий Сидоренко. В этом году было зарегистрировано 735 сообщений и заявлений о преступлениях, рассмотрены из которых следователем отдела 543. По результатам рассмотрения в 77 случаях были возбуждены уголовные дела. Вынесено 406 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 60 сообщений были переданы по последственности в другие органы предварительного расследования. Дела, что рассматриваются следователями отдела, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Изнасилование, умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Тяжкие в отношении несовершеннолетних уголовные преступления, совершенные спецсубъектами. Всего же находилось в производстве 106 уголовных дел. Тогда как в 2015 году их насчитывалось 100, из которых 70 уголовных дел были переданы в суд, 7 уголовных дел прекращены и 5 дел были направлены к последственности. 6 дел соединены с ранее возбужденными делами. Необходимо отметить, что из возбужденных уголовных дел 6 это убийства. В 2015 году таких дел насчитывалось 10. То есть наблюдается снижение количества убийств по сравнению с 2015 годом на 4. В ходе пресс-конференции было отмечено, что по ряду преступлений в 2016 году наблюдалось явное снижение. На два меньше причинение умышленного вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть потерпевшего. Ни одного в 2016 году не произошло преступлений с участием несовершеннолетних, тогда как в 2015 их было 8. На прежнем уровне изнасилования в 2015 и 2016 по одному случаю. Преступлений в отношении несовершеннолетних по 5 фактов. В 2016 году сотрудниками отдела было рассмотрено 7 дел коррупционной направленности. Несмотря на небольшой штат в Машанском районе следственного отдела, можно сделать вывод, что сотрудниками отдела проделана надлежащая работа. Они профессионально и грамотно исполняли свои обязанности. И по итогам года отдел занимает второе место по области. Также некоторые сотрудники были по итогам года поощрены благодарственными письмами. Всего на территории Тамбовской области 12 отделов, отметил в заключении пресс-конференции Василий Сидоренко. Маршанск по показателям работы в лидерах стабильно.